Приветствую вас, аноним. Жаль, что вы задаете свой вопрос анонимным, потому что непонятно кто вы, мужчина или женщина. Вот это было бы такой полезной информацией в данном случае, потому что у женщин есть своя особенность, у мужчин есть своя особенность. И можно было бы обратить внимание на них, на эти особенности, но поскольку вы не написали кто вы, то соответственно я думаю, что придется отвечать вам в таком бесполом унисексовом контексте. Вот. Чтобы было максимально понятно. Начнем с того, что ваш вопрос сам по себе построен так, что вы очень легко могли бы сами просто вбить в поиск свой вопрос. И получить на него ответ. Это не так сложно сделать. На самом деле не так сложно сделать. Вот. Это дало бы вам какую-то общую информацию о том, что происходит. Дало бы вам какое-то общее понимание по поводу того, что с вами вообще случилось. Вот. И, соответственно, дало бы общее представление о том, что делать. Смотрите. Апатия. Это всегда про подавление своих чувств, это всегда про подавление своих эмоций, это всегда такая своего рода защита от переживаний. Потому что чувствовать больно, как думает человек, не всегда признаваясь в себе в этом. Чувствовать больно, чувствовать сложно, чувствовать опасно. Ну, потому что есть вероятность того, что вам сделают больно. И, соответственно, боли человек избегает. То есть сопротивляется тому опыту личному, который идет извне. Боль – это показатель потенциала личностного роста для каждого человека. Если больно, значит можно вырасти личностно. Если больно, значит можно развиваться дальше, как личность. Вот. Ну, многие люди этого избегают. И вы, вероятно, избегаете в том числе. Совершенно не обязательно, потому что вы какой-то плохой или плохая. Совершенно не потому что вы трус или трусиха. Нет. Просто потому что изначально внушается так, что боль – это плохо. То есть, понимаете, вот чтобы просто описать вам, чтобы показать, как это работает, вот почему, да, люди, например, боятся боли, иногда люди боятся чего-то еще. Я просто приведу пример, когда ребенок падает в воду, да, то есть ребенок абсолютно маленький, то есть ему там буквально два-три годика. Вот. Он падает в воду, даже еще меньше, пусть ему будет еще меньше, пусть ему будет два годика. Вот он, вот он бегает, он падает в воду, он не понимает, что такое, что он может захлебнуться, да, он этого не понимает. Вот. Он просто попадает в новую для себя ситуацию. И очень многое здесь зависит от родителей. То есть, если родители продемонстрируют ребенку свой страх, то и ребенок будет бояться тоже. не будет. И то же самое касается боли. Само ощущение боли, это вот то, как нам, как нас научили ее чувствовать. Но, на самом деле, это имеет и другую сторону. Это сторона развития, это сторона опыта, это сторона роста, это сторона расширения, кругозора, понимания и прочего. Это сторона. Это сторона восстановления духовного внутреннего мира человека. Вот Бог. А ее избегать. Избегаем, потому что подавляем свои чувства. И вот апатия, это именно это. Знаете, какая история? Понятно, что есть другие. Есть обратная сторона, когда человек очень эмоционален. И эта эмоциональность тоже идет ему не на пользу. Обратная сторона вопроса. Безусловно. 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 Это обратная сторона. Вопроса. Вот. Но, как бы, в этом случае нужно именно вот в направлении все-таки тех чувств, которые вы себе подавляете двигаться. Дальше. С точки зрения восприятия человека, с точки зрения того, как человеком воспринимается апатия, можно сказать, что она в чем-то схожа со скукой. То есть скукой апатии имеет, в принципе, похожее состояние. Можно даже сказать, что скука это такая легкая апатия. Да, когда ничего не хочется, когда ничем не хочется приниматься, когда есть такое ощущение, что, ну, что ни на что нет сил, да. Что ничего не интересно. Вот. Вот. Скука это примерно, то есть скука очень похожа на апатию. Но апатия это, конечно, глубже, это, конечно, сильнее. Это, я думаю, штат не глобальный. Это депрессивное состояние. Не депрессия, а депрессивное состояние. Которое проистекает из догм человека. То есть из истории о том, что я должен, я обязан. Вот. И, значит, подавление всего того, чего человек хочет. Потому что человек, который находится в контакте со своими чувствами, а человек, который находится в контакте со своим телом, он не будет никогда испытывать скуку. Потому что ему будет с собой, в общем-то, комфортно и хорошо. Соответственно, от догм нужно освободиться. В этом вам поможет психолог. Это процесс. Определенный процесс работы. Работает. И войти в контакт со своим чувствами телом тоже поможет психолог. Ну, в зависимости от состояния вашего эмоционального интеллекта, как она. То есть я для начала рекомендую почитать книгу Фридс Перлс. Фридс Перлс. Практику по гейстартерапии. Вот. Это книга. Ищите именно книгу. Она есть в интернете. Безплата. Ну, была, по крайней мере. Когда я последний раз ее смотрел. Вот. Она была в интернете. Бесплатно. Можете ее прочитать. Она состоит из упражнений, которые вам необходимо сделать. Такая вот базовая история для поднятия своего эмоционального интеллекта. Настолько, чтобы с ней можно было работать, если у вас занялись. Ну, просто книга. Достаточно полезная. Вот. Дальше. Что касается стресса. Тем более, вы пишите, что была очереда бесконечных стрессов. Значит. Сам по себе стресс очень похож на травму. То есть разрыв. 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 Привычных. Представлений. О мире. Разрыв привычных. Привычных. Шаблонов. Шаблонов. Как внутренних, так и внешних. И, соответственно, состояние такой вот. Ну, здесь варьируется, да. То состояние полной депривации. То есть, как бы. Вотрыв. От всего. То состояние, наоборот, полного захвата человека. Каких-то. Какими-то внешними историями. Ну, говоря внешними историями, я подразумеваю там. Внешними силами. Обстоятельствами. Людьми. Событиями. И стресс отличается от травмы глубиной. То есть, если травма. Затрагивает. 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 Достаточно глубокие. Слои. Личности. Ну, условно. Давайте так. Это назовем. Назовем. Да. То. Трессферик. Это такая. Более. Локальная история. И. В общем-то. Глубоко. Личность. Личность. Не затрагивает. Но. Если вы говорите. что череда бесконечных стрессов. Это разрушает. Разрушает человека. Потому что. Появляется эмоциональное выгорание. Человек устает. Вот. Человек истощается. И. Здесь. Возникает вопрос. Здесь возникает вопрос. Очень важный вопрос. На мой взгляд. который звучит. Примерно. Так. Эээ. Видите ли вы. Свою. Личную. Ответственность. За. То. Что. У вас. Была череда. Бесконечных. Стрессов. Или. Вы. Находите. В состоянии. Жертвы. Этих. Стрессов. И. Ээ. Своей. Как бы. Ответственности. За. За. Вот. Эээ. То. Что. Эти. Стрессы. С вами. Случились. Вы не несете. Не видите. Не чувствуете. Потому что. Основная проблема стресса. Заключается в том. Что. Человек. Видит себя. В этом. Беспомощном. Он. Не. Эээ. Позиционирует себя. Как. Субъекта. Способного. Что. Либо. Изменить. Бывают. Конечно. Объективно. Ситуации. Когда. Человек. Эээ. Действительно. Не может. Ничего. Сделать. Бывают. Таких. Ситуации. Но. Их. Очень. Мало. И. Даже. В. Этих. Ситуациях. Что. Что. Можно. И. Сделав. Все. Человек. Перестает. Держит. Соответственно. Представит. Испыт. Страсть. Это. Именно. Ощущение. Беспомощности. То. Мы. Сразу. говорим. Личных. Границах. Сразу. Говорим. О. Градации. Угроз. Эээ. Которые. Воспринимаются. Человеком. Как. Таковые. Ээ. Мы. Сразу. Говорим. Вот. Примерно. О. Таких. Вещах. Ээ. Вам. Нужно. Двигаться. В данном. Контексте. Ээ. Вот. В направлении. Этого. Ну. Вот. В этом. В этом. В этом. Направлении. Эээ. О. Которых. Я говорю. Значит. Ээ. Сейчас. Ээ. У вас. Ээ. Состояние. Вполне. Возможно. Можно назвать. Релаксом. То. То есть. Вы. Восстанавливаетесь. После череды. Стресса. Я в этом. Ничего. Тревожного. Пока. Не вижу. Для вас. Могу ошибаться. Могу ошибаться. Могу быть не прав. Вот. Но. Мне кажется. Что. Что. Пока. У вас. Востояние. Релаксов. Я не знаю. Конечно. Сколько. Времени. Это длится. Вы. Никаких. Вообще. Никакой. Информации. Вы. Не приводите. Особенно. Для. Более. Корректных. Работы. Для. Более. Корректного. Взаимодействия. Надо бы. Побольше. Информации. То. Что. Вы. Написали. Это. Очень мало. Для. Ну. Для. Адекватного. Такого. Знаете. Чтобы. Не стыдно было. Но. Тем не менее. Если. Речь. Идет. О. Не. В следующих. Неделях. То. Это. Скорее всего. Нормально. Если. Речь идет. О. Паре месяцев. Да. Это. Уже. Проблема. С точки зрения. Вот. Вполне. Понятного. Человеку. Вполне. Понятного. Человеку. Стороны. Да. В том. Что. Ему. Выгодно. Находиться. В этом. Состоянии. Ему. Комфортно. В этом. Состоянии. И. Пока. Не будет. Найдена. Эта. Выгода. Вот. Эта. Вторичная. Выгода. Которая. Снова. Снова. Мотивирует. Вас. Не выходить. Из. Состояния. В этом. В этом. Состоянии. Вы будете. Эээ. Вас будут уговаривать. Вам будет объяснять. Что. Вот. Что. Плохо. Что. Так нельзя. Что. Это тебе вредит. И. Про все. Про все. Проще. Но. Как. Не особо. Не особо. Вас. Все. Будет. Трогать. Потому. Что. У. Вас. Будет. Четко. Чутство. Свои. Выгоды. Вот. А. В целом. То. Что. Я. Могу. Вам. Сказать. На этом. Все. Я. Надеюсь. Что. Помог. Вам. Если. Вам. Понравился. Мой. Ответ. Буду. Благодарен. За. Его. Оценку. В качестве. Лучшего. Я. Вам. Желаю. Всего. Самого. Доброго. Удачи. И. Надеюсь. Что. Ситуация. Разрешется. Момель. Выс μαр sensitive.